Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Граница земельного участка часто становится предметом земельного спора между собственниками. Причина спора заключается либо в кадастровой ошибке, либо в фактических границах между земельными участками. Вот достаточно часто спор разрешается в судебном порядке, а проблемой становится правильное формулирование требований и установление лиц, к которым они должны предъявляться. Вот достаточно много ошибок допускается именно при исправлении кадастровой ошибки. Вот на эту тему я сегодня беседую с начальником юридического отдела кадастровой палаты по Самарской области Екатериной Викторовной. Борисовы, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, давайте побеседуем на заявленную сегодня тему. Расскажите, пожалуйста, как оформить фактически используемый участок? Ну вот, к примеру, дача находится в пользовании с 1978 года, а документально она не оформлена. Как быть? Сложный вопрос. Как быть? Из чего начать? Ну, наверное, оформление такого объекта может начинаться с документов, которые есть у таких правообладателей на руках. Ну, к примеру, возможно, это какие бы то ни было старые документы о предоставлении земельного участка, о формировании земельного участка, старого образца свидетельства, различные договора, возможно, старые договора купли-продажи. То есть это тот документ основания, на основании которого владеют собственники или правообладатели этим земельным участком. Ну, после того, когда такие документы, скажем так, найдены, или, может быть, они просто лежат и ждут своего часа, когда правообладатель вдруг надумает, скажем так, заняться оформлением такого объекта. А вот после этого необходимо обратиться к кадастровому инженеру для того, чтобы сделать кадастровые работы в виде выезда на место, геодезической съемки, нанесения этих координат, то есть понятие, где территориально по месту положения располагается такой объект недвижимости. Василия Николаевна, можно сразу маленькую ремарочку? Вы сказали, обращаться к кадастровому инженеру. Скажите, лучше это сделать все-таки в официальном источнике, я имею в виду обратиться в кадастровую палату, либо можно как бы привлечь специалиста со стороны, и что лучше, самое главное, быстрее, эффективнее, ну и, конечно, вопрос цены дешевле. Если можете посоветовать, то, пожалуйста. Ну, я скажу с того, что кадастровая палата полевыми вопросами, то есть выездом на место и съемок координат не занимается. Мы можем оказать и оказываем иного рода услуги уже по проверке готовых документов, либо же, значит, по услуге по оформлению в дальнейшем таких документов. То есть это могут быть консультационные услуги. Но таких, скажем так, именно кадастровых работ в прямом смысле, которые делают кадастровые инженеры сегодня, а раньше это геодезисты или геодезические фирмы, кадастровая палата не делает. Ясно. Почему? Потому что это нужно обладать специализированными, скажем так, знаниями, опытом, и в своем штате иметь именно таких, скажем так, специалистов, которые могут помочь. Да, у нас есть услуги, и в нашем штате есть кадастровые инженеры, но мы такие работы осуществляем для государственных и муниципальных нужд. А все-таки, скажем так, в частном порядке нужно обращаться именно к специалисту, который имеет аттестат кадастрового инженера. Вот, вот это очень ценное замечание. Спасибо вам большое. Хорошо, документы нашлись. С этими документами нужно прийти в кадастровую палату и уже оформить. Но вот те документы, которые есть старого образца, не означают ли они, что это уже оформлено в собственность? Это разные вещи, разные понятия? Вы знаете, на мой взгляд, это не разные понятия. Это понятие одно, следующее из другого. То есть при наличии у вас документа о праве собственности на тот или иной объект недвижимости, ну, в частности, на свой вот такой земельный участок, это не значит, что у вас нету собственности. И это не значит, что права на него не возникли. Это значит, что только лишь недооформлено это право надлежащим образом так, как сегодня у нас, скажем так, диктует нам правила законодательства. Почему? Потому что оно несколько раз менялось в процессе становления и существования кадастра как такового и реестр недвижимости, куда необходимо вносить определенные сведения, скажем так, как графическую часть, так и информационную часть об объекте. Поэтому, имея на руках документ старого образца, право собственности однозначно у вас есть. Но, следующий вопрос, как его дооформить дальше? Да, конечно. Как получить документ, как получить графическое изображение? Вот для этого и нужно сходить за кадастровыми работами вот к этому специализированному кадастровому инженеру, который оформит это в надлежащем виде, и вы, получив документы от кадастрового инженера, уже можете обращаться в орган регистрации права, но только через МФЦ на сдачу документов, прикладывая к этому обращению необходимый набор документов, который сегодня по законодательству существует. И после того, когда это обращение появляется в системе, в которой сегодня ведется реестр недвижимости, там происходит обработка этих документов, вот как раз на наличие соответствия документов законодательства, на наличие соответствия его месторасположению, возможно, относительно, и невозможно, а относительно иных землепользователей, соседей, земель, которые принадлежат местным органам власти, государственным земель, ну и так далее. Вот всем тем сведениям, которые внесены, и которые относительно этих уже внесенных сведений по иным объектам, будет определяться и местоположение вашего объекта. Ну, поэтому старые документы, или документы старого образца, как их можно сказать, они имеют место быть, только их надо надлежащим образом оформлять. Оформлять нужно. Недаром мы сегодня заявили эту тему. Эта проблема актуальна. Скажите, пожалуйста, все-таки нужно привести документы в порядок? Если да, то почему еще это нужно сделать? Ну, конечно, безусловно, документы надо приводить в порядок. Почему? Потому что это право пользования, распоряжение и так далее своим имуществом. Ну, передача по наследству, да? Да, соответственно. Поэтому, возможно, и по этим документам тоже у вас случится отчуждение этого имущества, но это будет проблематично. Почему? Потому что все-таки сведения о таком объекте, если они вдруг отсутствуют в реестре, они должны быть обязательно. Почему? Потому что при той же сделке они обязательно должны быть внесены, и именно с этим объектом, который будет иметь свой уникальный номер, так называемый кадастровый номер, и только по нему вы можете совершить свои действия по распоряжению своим имуществом. Если это наследство, то нотариусы в обязательном порядке запрашивают сведения из реестра. Если не будет сведения об этом объекте, то нотариус не будет знать, на какой объект нужно ввести в права наследования. Если вы оформляете каким-то иным образом, то есть, возможно, продаете там или отчуждаете заемными средствами, то есть у вас покупатель, то в любом случае и для финансовых органов тоже необходимо, чтобы такой объект был учтен. Но даже если он существует в реестре недвижимости в информационном, скажем так, в семантических сведениях, просто у этого объекта есть кадастровый номер, есть местоположение, адресное местоположение, адресная часть. То есть есть характеристики такие, как площадь, вид разрешенного использования, то есть набор определенных характеристик, с которыми он существует. Но нет основополагающих таких, скажем так, характерных точек, как координаты, вот именно привязка к местности, потому что вы имеете объект, а где он на земле или вот как бы на землях он располагается. Это как раз и есть та характеристика, которую вам даст кадастровый инженер и привяжет вот по этим характерным точкам к определенному местоположению. И ваш объект будет находиться именно здесь, ну а скажем, не на соседней улице, а именно здесь, как есть, потому что только из документов этого возможно не увидеть. Вот кадастровый инженер и сделает эти работы, привяжет это к земельному участку, и вы уже будете располагаться там непосредственно по факту, где располагается ваш земельный участок. Екатерина Викторовна, скажите, а можно ли это как-то проверить? Вот про кадастровый уникальный номер я поняла. А вот про оформление именно кадастровым инженером, куда можно зайти, где это можно в информационном поле увидеть и понять, что все, у тебя документы в порядке, уникальный номер есть и к месту привязан участок? Ну вот к вопросу о том, как выбрать кадастрового инженера, здесь я всегда говорю то, что информационные все ресурсы нам в помощь. Это понятно. Для того, чтобы, ну и после таких работ, когда все это внесется, безусловно, это выписка из Единого государственного реестра недвижимости о своем объекте, который будет содержать набор, именно тот информационный набор сведений о вашем земельном участке, который там содержится. То есть в Росреестре можно это посмотреть? Это в органе регистрации права, чьи, скажем так, полномочия нам делегированы, как к кадастровой палате, и как раз предоставлением сведений из этого реестра занимается кадастровая палата. То есть это наша полномочия. Кадастровая палата не Росреестр, а именно кадастровая палата. Поняла. Хорошо. Вот мы говорили про земельный участок, а вот если на этом земельном участке есть дом, который, к примеру, достался по наследству. Ну вот уточним, что это садовый домик. Как оформить дом и какую помощь кадастровая палата может предоставить вот как раз при решении вот таких проблемных вопросов? Ну с домом несколько все сложнее, на мой взгляд. И мне кажется, что это, возможно, даже тема такого вот отдельного разговора, да, где надо будет побольше как бы нормативки, то есть побольше информации. Но вкратце я скажу следующее. Земельный участок и объект капитального строительства, который расположен на этом земельном участке, сегодня расценивается как единое, скажем так, целое. Почему? Потому что ваш объект капитального строительства априори не может находиться на соседнем земельном участке. Для того, чтобы понять, находится ли он на вашем земельном участке, сегодня это тоже кадастровые работы по объекту капитального строительства. То есть до того момента, пока на рынок вот как бы с такими услугами не вступили кадастровые инженеры, у нас были организации технической инвентаризации. Ну нам всем знакома такая БТИ, да, Ростехинвентаризация. Они вели учет объектов капитального строительства, они вели инвентаризацию и так далее. В процессе изменения законодательства орган технической инвентаризации перестал осуществлять инвентаризацию. И по таким объектам опять, не опять неправильно говорю, вели новые понятия как кадастровые работы. То есть чтобы понять, как оформить ваш объект капитального строительства, находится ли он именно на вашем земельном участке, и как увязать два эти объекта между собой, это опять все кадастровые работы, которые осуществляет все тот же кадастровый инженер, к которому вы обращаетесь. Просто кадастровые работы по земельным участкам и кадастровые работы по объектам капитального строительства, они несколько отличаются. Документ, который в процессе готовится, подготовки вот, и на землю и на дом, да, они несколько иные. То есть они иные, и законодательством это предусмотрено, но порядок оформления абсолютно тот же самый. Это будут две записи, это будут два внесения об объекте, и каждый объект будет иметь свой уникальный кадастровый номер. Хорошо. Но это не проблематично. Что нужно сделать? Вот чисто физически обратиться в кадастровую палату с документами, прийти, пожалуйста, вот чисто такие организационные моменты озвучите для наших телезрителей, которые наверняка есть среди наших зрителей такие, которые после нашей программы, я думаю, уверены просто, что займутся оформлением документов. С чего начать? Куда пойти? Ну вот, я бы сказала, что утверждение обратиться в кадастровую палату с этими документами можно расценивать в нескольких вариантах. Пожалуйста. Почему? Потому что если у вас есть готовый продукт, и вы получили уже некие документы от кадастрового инженера, то идти в кадастровую палату, вот как мы понимаем, в наши фронт-офисы, или на Ленинскую 25А, где у нас находится центральное здание, в окна приема смысла нет никакого. Почему? Потому что эти документы только обрабатываются внутри нашего здания и внутри системы, но сдаются они в многофункциональный центр. Их надо туда отнести. И дальше уже в процессе обработки, то есть получат результат в виде выписки или в виде, может быть, какого-то решения, где будет понятно, куда двигаться дальше, и там будет все написано. Если вы хотите перепроверить сведения кадастрового инженера или понять, ну, может быть, тоже неправильно говорю перепроверить, потому что нельзя так не доверять кадастровым инженерам, все-таки они профессиональные участники рынка, скажем так. Поэтому, ну, вдруг вот как бы у людей есть какие-то сомнения, то в кадастровую палату можно обратиться в качестве получения консультаций по таким вопросам. Это вы сейчас, Екатерина Викторовна, я извиняюсь, перебью вас, говорите, это если не согласен человек с органами регистрации? Нет. Нет? Нет. Это не в этом случае. Это в том случае, когда вы получили готовый продукт в виде документа в электронном виде от кадастрового инженера. и не пошли с ним в МФЦ, а решили перепроверить, правильно ли он подготовлен, а вдруг там есть какие-то нюансы. Вот такие вот вопросы кадастровая палата может решить и может вам в этом помочь. То есть у нас есть такие услуги, которые называются консультации. Консультации мы даем как устные, так и в письменном виде. Разъяснения, да? Разъяснения, да. И при этом мы осуществляем проверку вот таких документов, которые вы впоследствии, по идее, должны бы отнести в МФЦ, для того, чтобы уже в системе дальше этот документ проходил вот все стадии, которые предусмотрены законодательством. Такие услуги у нас есть. Мы оказываем их здесь, в центральном офисе. Для этого нужно обратиться на Ленинскую 25А, в первое или второе окно консультаций и обратиться со своей проблемой. Там специалист на приеме сразу сориентируется, кому адресовать специалистов всего большого здания кадастровой палаты, скажем так, этот вопрос, и вы получите грамотную консультацию. И, видимо, там дальше возможно задать те же вопросы, что делать с этой консультацией с полученной, и куда уже по каким инстанциям дальше обратиться. Это первый вариант. Второй вариант. Если вы вдруг после прохождения этих уже документов получили отрицательный результат, ну, то есть у вас внесение сведений не случилось вот в административном порядке, а государственный регистратор вам вынес решение о приостановлении. То есть такое тоже может быть? Такое тоже может быть. Почему? Потому что и система, и человеческий фактор, и специалисты управления Росреестра, они проверяют эти документы на наличие всех сведений, и требованиям законодательства. Там очень много, но и это тоже тема не сегодняшнего, видимо, мероприятия. Поэтому скажу только, что да, нередко получаются решения о приостановлении. Решение о приостановлении, это значит, вам нужно по тем причинам, которые указаны в этом документе, вам нужно их исправить. То есть что-то дособрать, какую-то документацию. Может быть, что-то да исправить. Может быть, там какая-то небольшая ошибка в записи того диска, который вы приносили, который выдал кадастровый инженер. Такое тоже имеет место быть. Но это все посильно сделать человеку, скажем, не сильно юридически подкованным в данных вопросах. Да, безусловно. А в любом случае ваши консультанты направят и подскажут, куда обратиться, за какой консультацией, за каким документом. То есть здесь вы ведете человека, как говорится, от и до. Да, мы оказываем такую помощь. Однозначно, мы никого не бросаем. На любой вопрос мы ответим, я надеюсь, грамотно. И главное, результативно. Потому что главное – это результат, тот, к которому идет человек. Но такие решения иногда могут и не… Вот в таком вот административном порядке они могут и не разрешиться. Почему? Потому что, возможно, это спор по границам. Возможно, здесь нужно как-то привлекать сторонних землепользователей, третьих лиц, еще кого-то. То есть вот участников вот этого процесса. Это не всегда удобно. Это не всегда возможно. И не всегда возможно именно, знаете, как вот именно с тех норм, которые записаны сейчас в законе. Казалось бы, нет ничего невозможного. Но просто законодательство менялось несколько раз на этот предмет. И сейчас уже могли и границы участка поменяться относительно первичного предоставления по документам. Где-то тут у кого-то забор неправильно стоит. А, возможно, забор – это и есть та определяющая граница по факту. Но там очень много может быть таких «но» и таких факторов, которые возможно решить в судебном порядке. Почему? Потому что практика судебная, она складывается положительным образом для разрешения таких проблем. Хорошо. Давайте как раз поговорим о спорах, о границах между семейными и земельными участками. Вот скажите, всегда ли эти вопросы решаются через суд? И все-таки можно договориться между соседями мирно? Ну, а если договариваться мирно, то так или иначе все равно нужно документы оформлять? Опять же обращаться в кадастровую палату? И вообще, какие частые споры возникают, если говорить о земельных спорах? Границы, что еще? Ну, чаще всего, конечно, это либо оформление права собственности с отсутствующими, например, на руках старыми документами в определенных границах, скажем так, которые невозможно зайти в административном порядке с документами, которые я ранее перечисляла. Безусловно, пакет документов нужно будет собрать и, безусловно, понять, то есть подойдет он для того, чтобы сдать его через МФЦ в органы регистрации права или не подойдет. И если такой документ априори не подходит под форму и содержание, то в этом случае у людей исключительно только судебный порядок. Чаще всего такие судебные споры, ну, конечно, это спор о границах. Конечно же, это исправление тех ошибок, которые когда-то уже были допущены. Возможно, существовали. Возможно, они будут в процессе, вот, скажем так, осуществления своей мечты, чтобы оформить до конца и дооформить. А здесь, опять же, есть, например, спор с соседом. И не только по границе, потому что не так стоит эта граница, не так она когда-то была учтена у соседа, а вот сейчас она должна быть вот таким вот образом. И чаще всего, ну, скажем так, полюбовно, практически невозможно договориться. Для этого, конечно, существует определенный документ, который называется акт согласования границ со сторонними землепользователями. Это если изначально человек начинает строить, правильно я вас понимаю? Если изначально мы начинаем оформлять, то в процессе осуществления кадастровых работ этот акт согласования – это основополагающий документ, который включается в состав тех документов, которые будут являться вот тем окончательным продуктом уже, который вам подготовит кадастровый инженер. И этот акт согласования нужно будет заключить со всеми соседями по всем сторонам, правильно ли я понимаю? Если у вас объект недвижимости граничит со всеми соседями, значит, со всеми и надо будет. Там есть определенные исключения, если граница уже учтена, и вы когда-то ее сами согласовывали, то в этом случае пересогласовывать уже, скажем так, от себя такую границу не требует. Но если вдруг это меняются границы, то акт согласования или пересогласования, условно назовем его так, он нужен в любом случае. А что значит меняются границы? Ну вот есть садовые участки, есть забор. Ну ладно, хорошо, предположим, забор стали менять, и там на сантиметр, на два подвинулись к соседу. Это уже все? Это нарушение границ? Это не нарушение границ, это изменение границ. А вот нарушение это или нет, как раз скажет государственный регистратор, который проверит эти документы. И если он скажет, что это нарушение, то это надо исправлять. И если невозможно это исправить, то тогда у таких людей один единственный путь, это в судебном порядке. Екатерина Викторовна, вот еще такой вопрос, очень актуальный. Скажите, пожалуйста, ведь в процессе пользования земельным участком, будь то дача или дом, появляются постройки. Скажите, пожалуйста, вот я слышала, что гараж, к примеру, или какое-то там, не знаю, строение, нельзя впритык строить к соседу забора. Какие здесь границы по нормам есть какие-то, чтобы учитывать и знать, чтобы потом, впоследствии не было печальных моментов их сносить? – Сложный вопрос. И даже, наверное, не то, что не отвечу его. Я просто хотела бы оставить его иному специалисту, который непосредственно занимается объектами капитального строительства, и где там точно есть все нормы, СНИПы и все такие моменты. Это будет более правильно. Хлеб не буду у коллег отнимать. – Хорошо, спасибо. Тогда точно вопрос к вам. Все-таки как обезопасить себя вот от таких земельных споров, таких земельных споров, и что все-таки сделать, чтобы их не возникало? Вот какие-то, может быть, дельные, практичные советы? – Ответ может быть только один. Не иметь такого земельного участка. – Вот так. Но если вдруг он случился, то, в общем-то, я для себя определила одно. То есть, да, я в собственности имею земельный участок, и только я могу по нему, скажем так, осуществлять какие бы то ни было действия. И с периодичностью, чтобы понимать, что мой земельный участок существует, что на него не было никаких посягательств. Ну, это просто вот сейчас как обыватель я рассказываю. Я периодически за ним слежу, скажем так. Каким образом? То есть, безусловно, надо проверять сведения, которые есть в реестре, посредством запрашивания сведений. То есть, это та же выписка об объекте из реестра. Дальше можно также запрашивать сведения о своих правах. Есть ли они, не случилось ли ничего, не дай бог, с ними, или еще что-то. Потому что реестр надежный, но он живет своей жизнью, это живой организм. Поэтому ошибки не исключены. И для того, чтобы понимать, как избежать такой ситуации, наверное, просто надо более четко, скажем так, относиться вот к своим таким вот обязанностям по содержанию этого имущества. Не только там про коммунальные платежи, там какие-то налоговые обязательства и все остальное. А именно вот в связи с тем, что здесь имеет место быть о том, то, что и возможно, в процессе изменения реестра, который мы ведем, сведения утеряются или могут утеряться. Я не сказала, что это происходит, но это имеет... Возможно. А как часто проверять вот эти сведения раз в год, раз в полгода? А вот тут вот каждый должен решить для себя, как он будет это делать. Вы как специалист посоветуете? Даже как специалист не могу посоветовать. Почему? Да. Почему? Потому что, ну, я не знаю. Мне кажется, то, что с учетом изменения, с учетом того, то, что, еще раз говорю, реестр – это все-таки живой организм, который живет своей жизнью. Ну, мне кажется, раз в год этого будет вот как бы достаточно. Что делать, если ты увидел, что до этого были сведения, сейчас они по какой-то причине исчезли? А вот как раз тут прямая дорога в кадастровую палату. Для того, чтобы обратиться, опять же, в окна за консультацией, объясниться ситуацией, и там специалист подскажет, что делать. Однозначно, это прием заявлений различного рода. Однозначно, это проверка сведений, почему они вдруг исчезли, или почему они изменились, или почему что-то еще с ними произошло. И это наша внутренняя аналитика, которая у нас существует. И у нас есть достаточные специалисты в кадастровой палате, которые в полной мере дадут полный расклад и полный анализ. Ясно. Еще к ценным советам, вот касаемо нашей темы, если есть. Ну, какие ценные советы я могу сказать? Следите за своим имуществом, контролируйте процесс, и для того, чтобы не возникало каких-то казусов, и каких-то неудобных ситуаций, кадастровая палата вам всегда в помощь. Мы открыты, пожалуйста, приходите. Я считаю, что любой вопрос, так как реестр существует уже более 20 лет, и есть сотрудники, которые около 20 лет, а то и больше работают, и всегда подскажут. То есть профессионалы пока еще есть в кадастровой палате, которые всегда смогут решить ваш вопрос. Если есть какие-то вопросы по судебным делам, то есть, возможно, уже есть какие-то судебные споры, и вы не знаете, как выйти, подсказать, мы также для вас открыты, потому что правовая защита у нас тоже на достаточно высоком уровне. Спасибо большое. Ну, а сегодняшний эфир это доказал в полной мере. Я благодарю вас за ваши компетентные ответы. Спасибо вам большое. Ждем вас снова. Ну, и спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсс». Всего хорошего, как сказала моя сегодняшняя гостья. Следите за своим имуществом. До свидания.